Виноград отдельная тема, вообще конечно большая. В литературе известны четыре сорта черкесского винограда, в основном столовые, поскольку винные сорта в 19 веке в основном под влиянием ислама были уничтожены. Их было около шести. Сорт Санахураи, виноград круглый остался, он же Санакепальки Чимаевский. Даже столетние кусты этого виноградника встречаются, плодоносят до сих пор на местах бывших аулах в Лазарьском и Орлевском районах Сочи. Он очень привычен был к местному климату, большие кусты до 20 метров разрастались до 100 лет, они живут очень устойчивые и давали до 120 килограмм винограда в конце октября. Ягоды кисло-сладкие темные. Есть еще сорт Санеп, виноград белый, он же Чимаевский белый, встречается он изредка в Лазарьском районе Сочи. Он похожий на Санакурай, но плодоносит меньше и менее устойчив к болезням. Ягоды у него белые, кисло-сладкие, без привкуса. Сорт Бечепаль, он же леса бурая, а также иногда чуне называется, воловья ока. Считается древнейшим сортом и распространен в садах Лазарьского района, до 17 метров вырастающий. Устойчивый, до 70 килограмм плодов дает. Ягоды у него темные, кисло-сладкие, тоже без привкуса. Сорт Санат. Виноград темно-булый, бурый или хватающий. Местная селекция в Лазарьском районе. Примерно та же история, что и с предыдущими. Кроме того, известные на побережье в Адыгее сорта Напий, Санат Пачах и Шумыш. Сегодня, конечно, они почти не используются. Для винограда, для вина используются винные сорта завозные, в основном, типа Изабеллы. Ну, кое-где, очень редко в плодопитомниках, абхазских, отдельных семьях, абхазские сорта отдельные сохранились, винные. Но, как бы, они по большей части исчезающие. Хотя их пытаются, конечно, продвигать. Собственно, вино делали в прошлом, да. И столовые винные винограды, сорта были известны. Тут надо понимать, как виноградники эти росли. Дело в том, что черкесы и абхазы предпочитали для выращивания винограда систему Маглари, которая очень подходит для вот этого влажного такого теплого климата Абхазии и вот этой вот Сочинского района. Маглари, это когда по ольхе, допустим, белый виноград по ольхе, а темные пошлуховицы к тутовнику пускают. То есть вместо специальной конструкции берут просто виноградник к дереву, подсаживают и он плетется по стволу дерева. А дерево просто прочищают нижние ветви для того, чтобы солнце было доступ к этому винограднику. И он так плетется, в общем, по деревьям, по заборам. Так для опоры могли использовать хурму, ясень, яблоню или черешню. Виноградники располагались обычно вдоль ложа рек и опушек, вокруг полей и садов на солнечной стороне. Ну, конечно, из минуса в менее влажных районах, а то Абсидоанапа, такая система, конечно, не давала развиваться виноградной лозе, она высыхала, поэтому там был другой метод распространён в Даглари, который и по сей день используется, когда виноград, ну, искусственный каркас строится, и по нему придётся виноград. О том, почему сместилось виноградорство из Сочинского района, где она больше всего была развита у Убыхов, в сторону Новороссийска, я ещё скажу. Ну, виноградники начинались от реки Псизуапсе, далее на юго-восток, в нескольких километрах от побережья примерно. Довольно огромный участок был по речке Чемитакваджа, на месте современного влаж Хафид, в верховьях реки Аше по притоку Заготляж, и во многом эти виноградники ещё несколько десятилетий потом использовались новыми собственниками. Вот теми предпринимателями, которые эти земли себе получили в собственность. Лаулиш Хафид Мухортов использовал виноградники активно. Под Туапсе большое хозяйство Туишхо было у барона Штенгеля, которая ещё в начале 20 века хорошую вино выпускала. А вот виноградники самые большие, богатые в Богомыса, в Ардане, там прибрала к себе их к рукам царская семья Михаила Романова, и уже через 6-7 лет после окончания Кавказской войны у них там армянские наёмные рабочие собирали по 3-4 тысячи пудов винограда. Пуд это несколько больше килограмма. Обширные виноградники тянулись и вдоль реки Сочи, но там почему-то вот один из купцов попытался их использовать. Он посмотрел, посчитал их коммерчески невыгодными, завез туда европейские сорта и начал бездумно их распространять по привычной европейской схеме. Поэтому они все загнулись у него и в общем хозяйство тоже загнулось. Несмотря на вот даже ислам, в середине 19 века вино делали и угощали европейцев. В общем неоднократно писали, европейцы писали, что вина эти напоминают кипрские, греческие или крымские сорта. Виноградные сусла обычно выдерживали в деревянных чанах, потом сливали в кувшины эти вот керамические и закапывали, ну как в Грузии в принципе и даже еще в начале 20 века их находили очень часто. На черкесском языке вино звучит как сан, то есть у него те же корни, что и нарцан нарзан, дословно это нартов богатырей вино, так называли минеральную воду. В общем-то названий мы точно винных сортов не знаем, но мы можем по аналогии называть абхазские сорта, которые вот примерно те же самые. Ну санатх, в первую очередь черного цвета с мелкими кисловатыми ягодами. Качич, темно-красный вкусный, как бы газированный, который мне лично удалось увидеть в уле большой кичмай. В принципе это единственный сорт такой автохтонный, который сегодня еще можно встретить и попробовать во уле. Амлаха, темный янтарный с розовым оттенком, ава сирхва и джигардинский, розовый легкий на вкус, но крепкий, а также Ачкхаш, хуналыш и апапиш, вино папа. После Кавказской войны сохранялось 10 сортов винограда, в основном в кичмае, в долинах Ашепс из-за всей около Адлера. Плодопитомник, где сегодня их разводят аборигенный сортов виноград, находится в абхазской Гуместе. Со временем жители завезли Изабеллу. Просто она, конечно, хуже по качеству местных сортов, она не такая вкусная, не такие урожаи дает, но она очень устойчива к местной заразе, местному климату и она неприхотливая. Не так много ухода надо, как за местными сортами, поэтому лень победила и Изабелла заняла все. Готовили, кстати, черкесские крепкие напитки. В 15 веке итальянский педшественник Конториано отмечал, что делают сидр из яблок. Бибеляшвили, агроном, уже в 19 веке, упоминал дикие сорта, мои плыжи и мои шху, из которых могли их делать. Ксаверия глава НИИ упоминал, что черкессы гонят водку из зерновых, яблок, груш, сливы, тутовника, используя для солода гомия в сушеном или зеленом виде. И предполагалось, что может поэтому русская водка появилась как напиток именно для пьянства, так сказать, в причинноморских улах только в советское время. До этого своего рода чаще, получается, была распространена, но это больше, наверное, касалось убыхов. Ну и почему не выращивают вино в Сочи? Как я уже отметил, да, климат. Вот по этой системе, скажем так, система Маглария, которая предполагает рост виноградника вдоль дерева, она промышленно невыгодная. Это надо деревья вырастить, сад целый, сколько лет, а потом пустить по ним виноградники, одна лоза только на одном дереве. То есть это коммерчески невыгодно. Маглария не принимается система, она попортится, этот виноградник в сочинском климате. Именно поэтому, скорее всего, и переместилось виноградарство вот в западный район, в Абрао и Дюрсона, в Новороссийск, Анапа, поближе такой к европейской системе, с теми сортами климата, где более к ним подходит. Вот просто поэтому и сместился этот массовый способ виноградника на юге России, вот в тот район. Ну и опять же, в Сочи очень много, очень долгое время мучило эти сорта, эти плодовые, разного рода там кровавая тля, которую не могли никак вывезти из-за еще распространенности обширно этих диких садов, в которых она тоже завелась. В общем, куча проблем привела к тому, что на запад перевезли. Но отмечу, что, как я уже говорил, у барона Штенгеля работали близ Туапсе, там у него была виноградарня, где и местные сорта, и не местные были, и он довольно хорошее вино, популярное в Российской перья выпускал. Неплохо. Но минусом еще было то, что дорог толком не было, и, естественно, поставлять грузы, товары по бездорожью было просто невозможно. Не была настроена, в общем-то, инфраструктура. У Хлудова еще, мы отмечу, в Сочи, на владениях Хлудова тоже были неплохие виноградники. Ну а на западе, это, конечно, Абрао, Масхака. Масхака принадлежала памятнику Пинчули. Но после революции все это дело заглохо. Тутовник, еще отмечим, тутовник шелковица. Дело в том, что с довольно древних времен было развито шелководство, в Абхазии точно. У адыгов, у Абу-убыхов, точнее, оно появилось немножко позже, скорее в 15-17 веках. Скорее всего, с 15-го, когда генуэзцы были, когда Великий Шелковый путь еще продолжал действовать. Современники отмечали, что в первую очередь это дерево не из-за ягод садили. То есть сам тутовник не очень любили из-за того, что он пачкается сильно. А вот шелковую нить, коконы, не готовую продукцию. Там были, конечно, отдельные мастера, которые шили ткани шелковые, но в основном как бы первичку. Шелковые пряди продавали, очень популярно было у всяких дагестанских купцов, которые из Дагестана приходили, закупали мастера. Но шелководство так и не развилось в какую-то массивную распространенную отрасль у Абхов, у черкесов. Не получилось развиться. Отдельно отметим еще орехи. Фундук-то известен с древнейших времен, его археологи находят частенько в разных могилах, но черкесы вывели некоторые устойчивые весьма сорта к климату местному. Это черкесский второй, шапсугский, черкесская округлый, кичмайский и адыгейский. Популярность очень была высока и поэтому до наших дней вот эти орехи, фундук особенно, сохраняет роль такого драйвера в местной экономике, то есть в промышленных масштабах и советских времен разводят эти фундук, сады фундука. Но сейчас подзабросили, потому что последние годы вот этот завозной жук, их очень сильно фундук портит. Вообще фундук не вызревает, к сожалению. Ну, например, черкесский второй, сорт вырастает до 6 метров, живет до 100 лет и легко размножается. Плоды у него в среднем под 2-5 орехов и у них хорошие вкусовые качества. Есть несколько гибридов. Тахтамука и Апанафесси, например, на северных склонах. Грецкий орех имел вообще культовое значение в черкесском обществе. Его вот эти огромные деревья грецкого ореха, они используются в культовых даже каких-то обрядах. Из них сделали постройки и считалось дерево очень полезным, поскольку она, в общем-то, не гниет в климате, в таком влажном. Мебельщика популярна. Из плодов делали грецкое масло. Было даже какой-то грецкий мед, что ли, как-то так называли, когда втулку, как березовый сок набирали, так и здесь, в грецкий орех ствол. Такая у нас такая втулка и через нее случился сок, который использовали как подсластитель какой-то. Он почему-то считался недобрым, недобрым для мужчин почему-то. Но его полезно было садить недалеко от входа в дом, потому что его запах не переносили мухи и комары. В общем-то грецкий орех до 200-300 лет без ухода может жить спокойно, поэтому очень часто сохраняются эти большие деревья. На побережье встречается в сорт Агуйский первый, который в рассаде до 20 метров дает до 60 килограмм ореха. Но хоть у него плоды мелкие и средние, то он оценивается хорошо по вкусовым качествам. Есть еще Малокси-Ушховский. У Тхагушева выведен в этом же водоименном ауле сорт с более крупными плодами. Каштан имеет особенно важное значение. Его, конечно, отдельно не выводили в садах, то есть это больше лес и сады, в диком состоянии растет сладкий каштан. Но это, по сути, как лебеда, как спаситель народа. То есть в голодные годы этот каштан помогал выживать людям. И он очень бурно разросся в лесах после Кавказской войны. Почему каштановый мёд распространился так и сейчас это этнобренд. Черноморских адыгов-шапсугов. Но из каштаника делают лепешки каштановой муку. Каштановой муку и лепешки пекут. Каштановый суп делают. Суррогаты, как кофе и какао. И, конечно, полезные деревья и с точки зрения еще и мебели. То есть это сам каштановое дерево в мебельной индустрии тоже ценится. Лично для себя отмечу, я из Краснодара очень хорошо. Мы любили ездить осенью, в октябре, по Туапсе, на гору Индюк. По пути на гору там каштанники сплошные. Можно собирать было своими мешками. Она постоянно круглый год куча народа собирает с Краснодаром. Ну, вообще среди каштанов считается самый главный сорт. Это шахинский, распространенный он вовле малый Кичмай. Деревья вырастают до 35 метров, до двух метров в диаметре. И в среднем живут 200-300 лет. Но, кстати, в мире есть вообще знаменательные экземпляры. До 1000 лет, например, на Сицилии гигантское дерево каштана. Отдельный сорт существует и в Абхазии свой. На 100 килограмм каштана получается 20 килограмм дубильного вещества для кожевенного дела. Поэтому он еще полезен. Но каштан плодоносит долго. То есть, у нас 20 лет ему нужно на раскачку и пик у него достигается в 56 лет, когда с него собирают до 100 килограмм ореха. Ну и закончим. Я приводил словарь. В словарь вы можете и так найти. В общем-то, словарь всех растений этих на черкесском языке. Публиковался уходком. Отмечу еще вот что. Современный сад, конечно, отличается черкесский от того, что было раньше. Здесь в нем, конечно, популярны до все пор яблоки и груши, виноград, слива встречаются, инжиры, черешни, ялыча, фундуки, грецкий орех. В лесу каштан растет. Немножко табака по-прежнему выращивают для себя, для своего личного вкуса. Но остальных деревьев, кустов, конечно, меньше. Тут уже личный выбор хозяина действует. Сегодня можно увидеть гранат, унаби, фейхоа, японскую вот эту шоколадную хурму, новоизвестную крупную, которая дает очень обильный урожай осенью. Прямо вот, ну как вот в Краснодаре ходишь, абрикосы валяются под ногами, топчут, а там хурма. Она, конечно, заменила ту хурму кавказскую, которая мелкая, более вяжущая такая, но она тоже встречается. Мушмула еще встречается также. Из необычных и полезных растений, которые черкесы использовали, я отмечу горную кавказскую чернику, из листьев которой делали чай, заваривали. Те, кто его пробовал, говорят, что, в общем-то, ничем не хуже обычного зеленого чая. Вместе с дикой спаржей употребляли изредка лаконос американский или фитолаку американского. Но тут, конечно, спорный вопрос, потому что это достаточно ядовитое растение, и там надо понимать, как ее использовать. Я видел в Абхазии, ее используют для засолки разных огурцов, помидоров, они поэтому такой фиолетовый цвет приобретают. Ну, я знаю, что в Европе это растение используется для получения краски винного такого оттенка темного, темно-фиолетового. Рододонтрон кавказский служил медоносным растением, из которого получался пьяный мед. Но отмечу, что тоже растение ядовитое и очень опасное. Пьянящий мед был такой, действительно, трудовали. Ну, какой-то, наверное, что ли, вызывает немножко помутнение рассудка. В общем, поэтому очень опасная вещь. И для добычи краски и дубления, а также для укрепления дорог от обвалов вот эти растения насадили, которые ольхуд обычно использовали, а тут еще вот этот куст сумаха или скумпий кожейный, который до сих пор нужно встретить. Его еще до начала 20 века активно использовали для добычи красителей для кожейного производства, красных и желтых. Ну и кроме каштана в голодные годы пекли хлеб из местной лебеды, она же марь амброзии видная, которую в прошлом также использовали как одно из растений для подготовления селитры, уже как составной части для пороха. Такая очень, такая прям экспромт, там краткая пробежка по теме черкесских садов. В общем, если у вас есть вопросы, пишите в комментариях под этим видео, предложения ваши, какие-то комментарии, с удовольствием почитаю, давайте обсудим. И делитесь этим видео с друзьями, комментируйте и ставьте лайки. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до новых встреч.